Доброе утро! Сегодня я вам расскажу о лаванде, о ее полезных свойствах и как мы ее используем в быту. Лаванда Не до древесной основы, а на 5-7 сантиметров выше, чтобы зелень оставалась. В этом случае используем цветоносы по назначению флористика, саше, используем в кулинарии как специю, можем заваривать чай. А куст начинает развивать новые цветоносы и уже через 2 месяца мы видим новые побеги, которые будут свести и радовать нас до октября. Это неприхотливое растение Средиземноморья, перекочевало к нам на юг, так как прекрасно себя чувствует в нашей зоне. Куст может высотой достигать 50-60 сантиметров, размер куста в диаметре может достигать 2 метров. Очень прекрасно себя ведет в посадке с розариями, то есть высаживаем розы на солнечном месте и как окантовку сажаем лаванду. Прекрасно разрастается, они между собой не соперничают и красиво смотрятся в дуэте. Используется лаванда в медицине, в быту также используется как успокаивающее средство, можно заваривать, можно запаривать эту же цветочную массу лаванды и полоскать волосы, либо принимать ванну с настойкой и отвара. Также лаванда используется в кулинарии, то есть как специя. Мы, вот например, я сейчас показываю балконик, в котором посажены и петрушечка, розмарин, чебрец, шалфей и лавандочка. То есть это все растения, которые являются непосредственно специей и которые очень полезны для нашей кухни. Я сегодня вас познакомила с лавандой, с ее полезными свойствами. Думаю, было интересно. До следующей встречи!